Значит, сначала по теме, связанной с последним очень печальным происшествием, расследовании причин крушения российского лайнера 31 октября, в котором погибли 224 человека. У нас создана комиссия, как известно, которую возглавляет министр транспорта. Члены комиссии были на месте крушения. Сейчас идут все необходимые технологические процедуры, включая расшифровку черных ящиков. Мы находимся в постоянном контакте с экспертами из разных стран, которые по действующим регламентам участвуют в расследовании трагедии. Тем не менее, информация обновляется. Максим Ильич, комиссия под Вашим руководством ведет постоянную работу. Вы сами лично были на месте катастрофы. Доложите последние данные и результаты. Есть, Илья Анатольевич. Под предварительным результатом работы правительственной комиссии, которая была назначена распоряжением правительства 31 октября и вылетел оперативно в Египет, могу сообщить следующее. Самолет авиакомпании «Коголымавиа», который вылетел в 6.51 по московскому времени 31 октября через 23 минуты штатного полета, разрушился в небе. Его обломки находятся на территории более 20 квадратных километров, в Эллипсе примерно 8 на 4 километра. В настоящее время зона обследования расширена до 40 квадратных километров. В катастрофе погибло 224 человека, проживающих в 14 субъектах Российской Федерации, в основном в Москве, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, а также граждане Украины и Белоруссии. В соответствии со стандартами международной организации ИКАО, комиссия по расследованию причин катастрофы создается и возглавляется властями государства, на территории которого произошло авиационное происшествие. В состав комиссии по расследованию включаются также представители государства-разработчика, изготовителя, регистрации и эксплуатанта воздушного судна. Россия примет в этой деятельности комиссии деятельное участие. Правительственная комиссия, в состав которой вошли Минтранс, МИД, МЧС, МВД, Минздрав, Росавиация, Ространснадзор, УСТРУД, также Межгосударственный авиационный комитет, в соответствии с вашим поручением в оперативном порядке, вылетела в Египет. По прибытии было налажено тесное взаимодействие с Министерством гражданской авиации, Министерством туризма Египта, вооружёнными силами Египта, посольством Российской Федерации в Каире. И это взаимодействие очень высокое и эффективное. Мы получили всю необходимую помощь. Оперативно была организована охрана местопроисшествия, сбор и хранение погибших останков, доставка в Каир, а также последующая отправка в Санкт-Петербург. В день крушения были найдены и доставлены в Каир два бортовых аварийных самописца, речевой и параметрический. Вчера началась расшифровка данных самописцев, получены первые записи. К ликвидации последствий крушения привлекалась группировка сил и средств МЧС. Всего было задействовано 169 человек, 8 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна, беспилотники. Поисковые работы сейчас продолжаются. С самолетом МЧС произведена отправка тел погибших. Первый борт вылетел уже вечером 1 ноября, второй вечером 2 ноября. В Санкт-Петербурге организована встреча воздушных судов и последующая доставка тел погибших в медучреждения города. Сейчас продолжаются встречи, размещения родственников погибших, а также их уже отправка в места проживания. Медицинская помощь родственникам оказывается в местах проведения процедур опознания. Задействованы 10 бригад скорой помощи, более 50 психологов оказывают психологическую поддержку. За всё время за медицинскую помощь обратились более 100 граждан. Также работает горячая линия, на телефоны поступило более 2200 звонков. Сейчас для проведения судебно-медицинских экспертиз привлечено 44 судебно-медицинских эксперта из городских и федеральных организаций, а также 10 экспертов-генетиков из Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Завершены исследования доставленных останков, взятые образцы биологического материала для проведения генетических экспертиз, в том числе и у родственников погибших. Проводятся мероприятия по идентификации и опознанию. На данный момент опознано 58 тел. Свидетельства о смерти всех погибших будут даваться на основании заключения Следственного комитета. Также налажено взаимодействие с представителями страховой компании «Госстрах», где были застрахованы пассажиры судна. Страховое возмещение в соответствии с Воздушным кодексом будет определено в размере чуть более 2 миллионов рублей. При этом 100 тысяч выплачиваются незамедлительно. Остальные средства будут выплачены в течение месяца в случае отсутствия каких-либо споров по наследству. Также субъектами Российской Федерации принято решение о предоставлении материальной помощи всем семьям погибших. Правительство Санкт-Петербурга выделяет 224 миллиона рублей по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в катастрофе. Также компания «Коголым Авиа» выплатит родственникам каждого членов экипажа 2 миллиона рублей. Их страховка была профессиональна, она предусмотрена меньше по закону. Налажено взаимодействие с администрациями всех субъектов Российской Федерации по оказанию дополнительной помощи семьям пострадавшим и пассажиров, и членов экипажа. И в адрес глав регионов направлены соответствующие телеграммы Министерства по труду и соцзащите. Также организована работа с представителями посольств Украины и Белоруссии и доставки тел иностранных граждан местам захоронения. Также родственникам оказывается всесторонняя помощь. Также Минтрансам направлено обращение в авиационные власти Египта с предложением проведения дополнительного аудита мер авиационной безопасности. О работе правительственной комиссии доложено президенту Российской Федерации 2 ноября. Работа продолжается. Хорошо, работу нужно продолжить, имея в виду, что окончательные выводы пока делать рано. Тем не менее, хотел бы вам поручить отдельно поработать со всеми авиационными властями тех государств, куда летают наши самолёты, имея в виду возможность предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности. Естественно, это добрая воля тех государств, куда направляются самолёты из Российской Федерации и куда прибывают самолёты. Тем не менее, вот такую работу нужно провести не только с властями Египта по вполне понятным причинам. И второе, на что также хотел бы обратить внимание, вы упомянули порядок выплаты страхового возмещения. Понятно, что существуют определённые правила, в том числе и в ингострахе, но с учётом того, что произошло, и понятных обстоятельств, а также очевидных оснований предполагать отсутствие каких-либо других проблем по выплатам, я просил бы, чтобы вы с ними ещё раз переговорили по поводу менее формального отношения к тем документам, которые запрашиваются, потому что уже появились публикации о том, что документов очень много, часть из них носит абсолютно формальный характер. Понятно, им нужно учёт вести, но нужно понять психологическое состояние людей, которые потеряли своих близких, и они должны принять эти решения в кратчайшие сроки, ещё раз говорю, не требуя какого-то избыточного количества документов, носящих формальный характер. Поговорите с ним, пожалуйста. Есть, Митин Антонович. Договорились. Прошу держать всё на контроле, естественно, как появится новая информация, информировать, докладывать мне и другим членам правительства в случае необходимости, привлекая их к работе.